Рыбакит папа рисует Привет! Давай порисуем сегодня карандашом просто человека С первого взгляда можно показаться, что рисовать человека довольно сложно, но я покажу тебе его пропорции и тебе станет немножко легче Нарисуем человека на этом белом листе Я показываю, что лист стоит вертикально потому что человек, человеческое тело, оно высокое вот такое Вот здесь оно будет, начало моего тела, голова а здесь будут ноги И сейчас я нарисую тело человека и его пропорции тебе объясню Нарисуем посередине одну линию Это будет линия, где мы будем все отмерять и это как бы центровая линия симметрии слева и справа у нас очень похожий организм моя рука, правая похожа на левую ухо правая на левую и так далее Вот высота моего человека В среднем человек бывает высокий или низкий но пропорции относительно голова и руки и ноги примерно у всех людей одинаковые Я делю весь рост человека напополам И сравниваю И сравниваю Правильно я поделил Так и так Чуть-чуть, наверное, нужно сделать поменьше Вот так Сравниваем Так Так Пополам Это будет половина моего человека Вот это вот первая половина Верхняя А это нижняя Это будет тело и голова и руки А здесь будут ноги Отлично Это мы поделили Теперь я определю высоту головы Высоту головы я поделю так Определю так Я поделю вот эту половину еще на половину И еще на половину И получается у меня На восемь частей Высота будет поделена И сравним все эти части По высоте Вот так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Примерно получается Голова занимает человека Одна восьмая И толщину она имеет Вот такую овальную Я рисую голову Моего человека Вот такая голова Нарисовали И вот эту вот одну восьмую Я буду откладывать везде-везде К моему телу Давайте начнем Покажем, что у него есть плечи Что у него есть Середина Вот Пупок Вот здесь находится Здесь начинаются ноги И идут до самого конца Вот отсюда До сюда Ноги Но сейчас я их рисовать не буду Мне нужно показать толщину человека Как я ее буду определять Определять я буду относительно головы Опять-таки возьму Высоту головы И отмерю вот в эту сторону Вот здесь будут мои плечи С этой стороны я отмерил И с этой стороны Вот мои плечи Отлично Я должен понять, что плечи не начинаются сразу от головы Есть шея И плечи находятся где-то посередине Между вот этой вот чертой И вот этой вот Вот здесь я начну сносим плечи Вот мои плечи идут вот сюда Так И так Также нарисую шею Шею Все это я рисую симметрично Что слева Что справа Нарисовали Теперь рисуем тело Заканчиваем тело Оно имеет вот так вот Здесь пояс Пояс нашего человека Вот он вот тут идет Вот так, наверное И имеет, наверное, тоже толщину Где-то примерно Чуть больше головы Может быть вот настолько Бывают толстые люди Или тонкие И здесь мы покажем таз Таз человека вот тут идет Вот так И вот так Вот так Примерно Так Примерно как шкафчик Такой прямоугольничек Нарисуем Вот так вот получается Теперь рисуем ноги Ноги идут Очень интересно Потому что вот здесь Где напополам Это будут наши коленки Коленки моего человека Вот так они идут Вниз И вниз Вниз И вниз Здесь идут Ниже коленок Сюда идут Тут И тоже они Тоньше становятся И, конечно же, нужно рисовать ступни Одну ступню я нарисую Вот так вот Как она идет На нас смотрит Вот так вот А вторую я нарисую В профиль Во всю ее ширину Вот здесь у нее есть пятка Ступня И ширина И вот эта ширина Примерно тоже является Одна восьмая Нашей высоты Примерно вот такой вот Человек у нас получается Осталось нарисовать руки Руки Соответственно У них есть локти Вот тут плечи Мы уже показали Показали плечи Теперь рисуем локти Локти у нас где-то Вот здесь на уровне пупка Находятся Вот так локти нарисуем И где заканчиваются Наши кисти Кисти заканчиваются Вот здесь Начинаются Где-то Одна восьмая И здесь заканчиваются Кисти Где-то вот здесь Рисуем руки Рисуем руки Так Так Здесь идет Сюда И здесь кисти рисуем Вот такие кисти Сейчас я прорабатывать кисти Не буду Конечно же Я хочу нарисовать Просто вот Саму основу Нашего человека Здесь я знаю Грудная клетка Вот так занимает Такой получается Человек Здесь у него Так Нарисуем ему шортики Я так думаю Что шортики Будут кстати Человеку Чтобы Не сильно Загромождать Его одеждой Но Показать Где у него Пояс Как идут шорты Вот так они идут И их можно Заштриховать И Будет более понятно Как идут Тело человека Здесь можно нарисовать Носочки Носочки Ботинки Кроссовки К примеру Здесь тело Голова Но голову Я сейчас бы Не хотел разбирать Потому что В голове Тоже есть свои пропорции И это лучше делать Урок отдельно Где мы покажем Как нарисовать глаз Как нарисовать нос Как нарисовать рот И брови К примеру К примеру Я могу сейчас Нарисовать примерно Как он выглядит Вот такой человек Волосы его Уши Подбородок И получается Такой человек Я хочу тебя Закончить Урок сегодняшний Вот этой Мерой высоты Когда ты будешь Рисовать человека И твоя фигура Будет примерно Походить на Настоящего человека Ты будешь делить На восьмую Здесь будет Голова Находиться Здесь будут Коленки Находиться И здесь Начинаться ноги Не Где-то Талия здесь Талия немножко выше Где пупок К примеру Здесь уже голова И вот Одна восьмая Я сейчас Написал Одна восьмая Головы И я нарисую Голову Примерно Как она Выглядит Вот так Вот Это Одна восьмая Головы Нужно Откладывать Везде Вот так Вот И даже Ступня Тоже имеет Свою Специальную Толщину Длину Относительно Всей высоты Тела И вот Такой у тебя Человек Получился В конце Рисунка Он может быть Похож на Манекен И не совсем Похож на Настоящего Человека Но это Только Начало Для того Чтобы ты Понял Что есть Высота Человека Что есть Ширина Человека Что есть У него Все Все Его Органы Руки Ноги И Все Голова И все Ноги Руки Они все Относительно Этой высоты Должны Быть Соразмерны Рисовать Карандашом В этом Случай Легче Всего Ты можешь Стереть Лишнее Можно рисовать Что-то Еще Я конечно Сейчас не Работаю Стеркой И тебе Тоже Не советую Так что Рисуй Просто Вот как Я Сначала Легко После Этого Укрепляй Свой Рисунок И рисуй Все Это Я уверен У тебя Получится Спасибо Что ты Рисовал Со мной Удачи Тебя В рисовании Человека И других Животных И до новых Встреч Пока Пока Рыбакит Папа Рисует